Добрый вечер, в эфире Вести Магнитогорск, в студии Пётр Хасенов, как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах. В управлении внутренних дел города новый начальник, главным полицейским магнитки стал полковник Михаил Иванов. В магнитогорских вузах в разгаре приемная кампания, что ждет вчерашних школьников на пути к заветной университетской скамье. Магнитогорцы стали лучшими на всероссийском турнире по математике. Подготовка к будущим победам продолжится большую часть лета. Сегодня в Магнитогорске представили нового начальника управления внутренних дел. Им стал полковник полиции Михаил Иванов, ранее занимавший пост начальника УВД города Каменск-Уральский. Михаил Иванов начинал службу в Белоруссии, затем возглавил одно из подразделений УВД Свердловской области. С 1994 года проходил службу на оперативно-начальствующих должностях в Главном управлении внутренних дел по Свердловской области. Начинал работу на Урале в должности оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с наркоманией, проституцией, распространением СПИД и правонарушениями, связанными с иностранными гражданами. Новый начальник управления внутренних дел сегодня познакомился с личным составом, а мэр города Евгений Тевтелев вручил благодарность бывшему начальнику УВД Магнитогорска Александру Осипову. Моя служба вся прошла на Ваших глазах. Это милиционер, оперуполномоченный уголовного розыска, начальник уголовного розыска, начальник УВД, и так по служебной лестнице на начальнику УВД города. Мне бы хотелось выразить искренние слава и благодарности всем присутствующим здесь за взаимопонимание, за то, что мы с Вами этот нелегкий труд на протяжении 30 с лишним лет вместе несем. Александр Осипов проработал в органах внутренних дел более 30 лет. И еще одно новое назначение в Магнитогорской таможне. Начальником Магнитогорского железнодорожного таможенного поста Магнитогорской таможни назначен Батырхан Каликанович Бермухамбетов, капитан таможенной службы. В 2002 году он пришел на службу в таможню инспектором Николаевского таможенного поста в Арненский район Челябинской области и прослужил до начальника таможенного поста. Батырхан Каликанович большое внимание уделяет профилактике коррупционных проявлений. Под его руководством коллектив Николаевского таможенного поста достиг хороших показателей. Для граждан, которые имеют право на льготы по оплате услуг ЖКХ в Челябинской области заработала специальная горячая линия. Специалисты Министерства социальных отношений региона готовы разъяснить новый порядок компенсации данных затрат. Напомню, с 1 июля согласно требованиям федерального законодательства льгота на оплату ЖКХ производится в компенсационном порядке, исходя из фактических начислений. Компенсация расходов на оплату ЖКХ за июль будет произведена во второй половине августа. А в Челябинске полным ходом идет реконструкция дворов. Комиссия городской администрации проверила, как со своими обязанностями справляются управляющие компании. Результаты огорчили. Почему пока благоустройство дворов не идет на благо собственникам, выяснили наши коллеги из Челябинска. Программа по благоустройству подразумевает, что жители сами определят, каким будет их двор. Однако некоторые управляющие компании составили план реконструкции на свое усмотрение. Элементарно не посчитали, сколько в доме детей, сколько автомобилистов. Вот результат. Машины стоят прямо на спортивной площадке. Мы куда только не писали участковому, в администрацию. Нам пришел отказ. Машин много, машин ставить некуда. Найти место и для парковки, и для детской площадки непросто, но решаемо. Однако управляющие компании, видимо, боясь разногласий собственников, даже не пытаются собрать их вместе и учесть все интересы. В результате люди плохо представляют, во что превратится двор после масштабной перекройки. Я категорически против того, чтобы мы вкладывали бюджетные деньги в благоустройство и получали негатив от населения. Мы вкладываем деньги для того, чтобы сделать жизнь людей удобнее. Прислушаться к мнению жителей управляющим компаниям все же придется. Сергей Давыдов заявил, что некоторые проектные решения никуда не годятся, и их стоит пересмотреть с учетом пожеланий собственников. Кстати, в руках у жителей будет и другой козырь. В приемке выполненных работ будут участвовать представители собственников в обязательном порядке. Без подписи собственника дома, который выбран на собрании, денежные средства подрядчикам оплачиваться не будут. Скидываться на реконструкцию двора жителям не придется. В течение пяти лет Челябинске благоустроят все придомовые территории за счет федерального и муниципального бюджетов. Однако, оплатив 5% от общей стоимости ремонта, собственники смогут участвовать в программе без очереди. Наталья Пастухова, Владислав Отрыванов, Вести, Южный Урал. Вы смотрите Вести Магнитогорский, мы продолжаем. В Магнитогорском государственном техническом университете состоялся последний перед каникулами ученый совет. Помимо подведения итогов учебного года, на нем были вручены различные награды студентам и работникам университета. Почетными званиями и грамотами были отмечены преподаватели вуза, а также студенты, призеры и победители региональных и международных олимпиад. Олимпиада была очень интересна, на самом деле. Все было хорошо организовано. Там были вопросы из разных категорий. Были какие-то теоретические вопросы, чисто теоретические. Так были и прикладные некоторые. Некоторые, возможно, даже чуть-чуть инновационные чем-то. Ректор МГТУ Валерий Колокольцев поблагодарил коллег за плодотворную работу и отметил, что из года в год университет продолжает входить в число ведущих технических вузов России. А вчерашние школьники обрели новый статус. Теперь уже в качестве абитуриентов они штурмуют три магнитогорских вуза. О ходе приемной кампании расскажет Ксения Перчаткина. Тех, для кого творчество не только хобби, но и будущая работа, ждут в консерватории и колледже. Здесь практически штучный набор. Еще бы, ведь на выпуске не инженер, а артист. Особо талантливым выделили всего 35 бюджетных мест в высшей школе и 46 в колледже. Карина не сомневается в том, что она уже в списке поступивших. И дело не только в хороших данных. Тут мотивация сильна. Я хочу, чтобы продолжить династию. У меня мама учитель и бабушка учитель. И я так продолжаю дело. И мама хотела, чтобы я всегда занималась музыкой и продолжала заниматься. Ну, это и мой личный выбор. Музыкант, он теперь тоже бакалавр. А вот второй ступени высшего образования магистратуры в консерватории еще нет. Пока мы не берем магистратуру, но мы планируем аккредитацию по магистратуре и будем принимать магистратуру. Может быть, даже с следующего года. С этого года высшая школа полностью перешла на двухуровневую систему. В Магнитогорском госуниверситете ведется набор по 36 направлениям бакалавриата и 11 магистрским программам. Из всех существовавших специальностей осталась лишь одна. Оставлена единственная специальность. Я говорила о направлениях бакалаврских. Да, соответственно, вот специальность перевод и переводоведение. Ну, тоже очень популярная. Научную форму в Магу планируют набрать около тысячи студентов. Из них 450 будут обучаться на бюджете по направлениям бакалавриата и еще 100 в магистратуре. Отслеживать свое место в рейтинге абитуриенты могут каждый день на сайте ВУЗа. Данные обновляются ежедневно. Правда, о конкурсе говорить еще рано. Но в МГТУ уже есть предварительные цифры на самых востребованных факультетах. Это, конечно, факультеты экономики и права. Там уже сейчас конкурс, шесть заявлений, шесть человек на одно место. Кроме того, архитектурно-строительный факультет пользуется у нас повышенной популярностью. Там тоже у нас уже конкурс, в общем-то, заявлений уже больше, чем мест бюджетных. И большим спросом пользуется у нас теперь институт энергетики и автоматики. В техническом ВУЗе бюджетных мест меньше, чуть больше трехсот. Зато специалитет остался на факультете горного отдела, на механико-машиностроительном и в институте энергетики и автоматики. Прием заявлений на очную форму обучения в МГТУ продлится до 25 июля. Ксения Печакина, Сагид Бакиров, Вести, Магнитогорск. Ну а те, кому еще предстоит получить звание абитуриент, продолжают радовать успехами. Магнитогорские школьники стали лучшими на всероссийском турнире по математике. Ученики школы номер 5 вернулись из Костромской области с победой в командном и личном зачетах. Обойти удалось 11 сильнейших математических команд из со всей страны. С победителями встретился сегодня и наш корреспондент. Сильнейшие математики страны живут в Магнитогорске. Среди школьников шестой классов им равных нет. Эта великолепная шестерка без шансов на победу оставила 11 команд страны. Четыре математических боя ни единого поражения. А ведь в начале турнира магнитогорскую команду и в расчет не брали. В нас в начале не видели лидеров, потому что начинается это с командной олимпиады. И командная олимпиада примерно показывает, какой результат может показать команда. И по командным мероприятиям мы где-то выходили на третье-четвертое место. Задачи составляли накануне каждого тура по всему курсу математики. Победители говорят, сложности не было, состав собрался отменный. В довесок к главному призу победа капитана команды в личной олимпиаде. Очень много логики в математике. Так что там не только цифры. И как бы красота многих решений не в цифрах, а именно в том, что можно решить коротким логическим путем. То есть найти решение чисто в задаче. Когда решаешь задачи, мы называем их гробы, которые очень трудно решить. Когда их решаешь, очень такое чувство, как будто ты поборол очень кого-то сильного. В летние каникулы учеба не заканчивается. Небольшой перерыв, и школьников ждут математические лагеря. К новому учебному году, а значит и к новым турнирам, готовиться нужно регулярно. Елена Астаньна, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Открытый вернисаж под открытым небом. Ко дню своего рождения Челябинск получит необычный подарок. В центре города появится уникальная экспозиция живописи, которая впервые разместится не в галерее, а на фасадах зданий. Как это будет, попытались представить наши коллеги из Челябинска. Шедевры проводы Лебедева и запоздали Богданова появятся на здании гостиницы «Южный Урал». А опушка леса Шишкина украсит самый центр главной площади Челябинска. А чуть дальше на здании главной библиотеки области появится копия портрета Елизаветы Алексеевны, размером в высоту более 2,5 метров, практически в натуральную величину. От неприличных надписей на стене к высокому искусству на большой высоте четыре десятка картин возьмут и выставят на улицу. Конечно, не сами шедевры, а их точная репродукция. Полотна мастеров кисти с мировыми именами скопируют на баннеры, заключат в красивые рамы. Так для всех жителей города начнется удивительная экскурсия, где в качестве экскурсоводов выступят таблички и автоответчики. Каждая репродукция будет своего рода приглашением в музей. Рядом с каждой картиной будет размещена этикетка с кратким описанием работы, а все желающие смогут позвонить по телефону горячей линии и получить более подробную информацию. А вот эта работа уже челябинского мастера Анатолия Пастухова, которая называется «Мой город», будет представлена, скорее всего, на одном из зданий по улице Цвилинга. В этой галерее на фасадах с шедеврами классической живописи будут соседствовать произведения современных местных художников. Какие именно, челябинцы выберут сами. Уже идет голосование. Участвовать в этом масштабном проекте смогут не только ценители прекрасного, но и самые наблюдательные жители столицы Южного Урала. Организаторы акции придумали специальный телефон для сообщений об актах вандализма. Люди бывают разные, но все-таки наша главная надежда, что культурный уровень челябинцев очень высок. Мы надеемся, что челябинцы будут беречь эти картины, как настоящие хранители музеев берегут оригиналы, которые находятся в запасниках нашей картинной галереи. Искусство станет ближе, чтобы челябинцы в ответ тоже стали ближе к искусству. Ведь большое, как известно, видится на расстоянии. Ксения Комиссарова, Владислав Отрыванов. Вести Южный Урал. Новости спорта продолжат программу через несколько секунд. Лучшие гребцы Уральского округа приехали в Магнитогорск. Завтра на гребной базе возле центрального перехода стартует первенство Урфо по гребле на Байдарках и Каное. Неделю спортсмены будут бороться за право поехать на первенство России. В Магнитогорск на эти соревнования выставит около 15 спортсменов. Участвовать наши гребцы будут во всех дисциплинах. Завтра же после полудня состоятся первые финалы. На смену гребцам придут и точнее приедут мотокроссмены. 11 и 12 июля на Левбережном стадионе «Металлург» пройдет первый этап чемпионата России по мотокроссу. В программе «Суперкросс». Магнитогорский клуб представлять будут пять спортсменов. У двух есть шанс оказаться на пьедестале. Мария Дролина, Вести Магнитогорск. И на этом наш выпуск завершен. Впереди прогноз погоды. Если вы стали свидетелем необычного интересного события или знаете что-то заслуживающее внимания, позвоните нам, и мы расскажем об этом в наших информационных выпусках. Телефон редакции на ваших экранах. А я желаю вам всего хорошего. Смотрите «Вести» и до завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин